Любовь Попова. Невеста миллионера. Глава первая. Ева. Эта история могла бы быть похожей на сказку о красавице и чудовище, но это не сказка. «Ты же в отпуск вышла?» «Вышла. Смотрю подозрительно через плечо, пока готовлю чай. В это время Танька, соседка, поедает последнюю Рафаэлку. Блин, зачем ей знать про мой отпуск? Что хочет?» «Ехать куда-то собираетесь?» «Нет». «Да и куда ехать с такими долгами? В яму?» «Я и в отпуск уходить не хотела, но так устала, что уснула на рабочем месте и сожгла мясо для важной шишки. Пришлось идти отдыхать и искать новую временную работу». «Тогда ты точно сможешь мне помочь». «Даже не представляю, как. Ставлю чашки и сажусь за маленький стол. Он на двоих, в нашей кухне больше бы и не влез. Мне нужно уехать, а работу я терять не хочу». «Ты работаешь? Чёрт, мне даже стыдно за своё удивление. Но я была уверена, что она просто вертит хвостом перед мужиками и на это живёт. Это и не удивительно. Она вся такая привлекательная, со своей тонкой талией и прической в стиле Монро. Ещё одна причина удивляться, почему её ко мне так тянет. Ничего же общего. Я её образ жизни не осуждаю, каждый ведь крутится как может. И порой я жалею о своём желании всем помочь. А значит, так или иначе познакомиться с обитателями своего не самого чистого подъезда. Особенно помогать Тане Коркиной из 45-й. Она ничего такая, простая, смешливая, но очень часто бывает назойливой и до сих пор помнит, как я занимала у неё деньги. И довольно часто мне об этом напоминает. Нет, я всё вернула, даже купила коньяк в знак благодарности. Но с той поры она считает нас лучшими подругами и регулярно зависает у нас в квартире. И хорошо так попадает в те редкие моменты, когда у меня выходной и я одна. Вот и сегодня. Да, пришлось. Мужик бросил и подвернулась работёнка, не пыльная по знакомству. Хозяин-миллионер, конечно, не самый радушный, из дома почти не выходит. «Один прогул, и тебе быстро подыщут замену». Вот я и подумала, что пока ты в отпуске, могла бы это место для меня придержать по-дружески. Задумалась. Темнит она что-то? Уж не оказание ли это интимных услуг? А делать-то что? Я не сказала? Готовить и убирать кухню. Сказать, что я удивлена, это ничего не сказать. Таня готовит? Серьёзно? Судя по всему, стараюсь я смягчить иронию. Он в еде неприхотлив. Пф, фыркает она. Ему о еде напоминать вовремя надо, а то забывает за работой своей. Да и ему, очевидно, вообще не важно, что толкать в заросший бородой рот. Даже когда у меня подгорели яйца, а макароны прилипли к друг другу, он и слова не сказал. Это просто сказочное предложение, но я всё равно чувствую. Есть подвох? Кроме того, что дом выглядит особняком графа Дракулы и находится на Рублёвке? Нет. Напрягаюсь всем телом, чувствуя, как по коже ползёт озноб. Словно тот самый Дракула занёс свои клыки над моей шеей. Меньше всего я хотела бы вспоминать ту жизнь, с которой давно покончена. Снова попасть в богатый дом, где я когда-то жила. Видеть ту другую жизнь, которая мне больше недоступна. Зачем ворошить прошлое? Мечты погребены под пылью реальности. И как туда добираться? На такси? Слушай, там недельная зарплата больше, чем ты получаешь в месяц. Ты не можешь отказаться. А мне нужны гарантии, что я получу это место обратно. Да, подобные люди привыкли платить. Они не думают о деньгах, они просто их заколачивают. И тратят на обслуживание газона больше, чем мы тратили в год на лечение. Ты уверена, что твой Дракула согласится? Может, он привык к тебе? Я даже не уверена, что он знает, как я выгляжу. А поверь, заорканить такого мужика захочет любая. С ним всю жизнь будешь как сыр в масле кататься. Ну, если он не закопает тебя в саду. Даже так? А что, были прецеденты? Да, знаешь, там про всякое ходят слухи среди персонала. И что мать его покончила с собой. И что сестра убила отца. Теперь, мол, скрывается. Ну, и он сам тоже, не сказать, что нормальный. Ненормальный миллионер. Обдумываю с усмешкой. Как будто такие люди вообще могут быть нормальными. Мой отец всегда болел манией величия. Собственно, на этом и погорел. Уверенный, что на такого волчару, как он, не найдётся управа. Нашёлся, Волкадов. Тут в голове шевелится мысль. Я даже не знаю, стоит ли её формулировать, произносить вслух. Такие важные факты о странном миллионере. И словно я всё это слышала. Среди поваров, обсуждающих новости. Среди официантов. Может быть, даже в метро кто-то мог обсуждать и мать, покончившую с собой. И сестру, убившую отца. И сына. А как говоришь фамилия у твоего затворника? «Черепанов. Жуть, да? Не зря там вокруг столько смертей. Слушай, так ты выручишь». Но вместо ответа я вскакиваю, спешу к раковине и выливаю остатки чая. Руки потряхивает, в глазах словно насыпало песка. В груди разверзлась чёрная дыра, затягивая всё хорошее, что было за эти годы. Оставляя только одно — воспоминания. Они наполнены болью, страданиями, ненавистью. Черепанов. Нефамилия. Ругательство, которое пора внести в разряд обсценной лексики. Я была уверена, что наши миры больше никогда не пересекутся, что он давно живёт в США, куда он сбежал после скандала. Я вычеркнула этого человека из жизни. Забыла, как забывают неудачные книги, о покупке которых жалеешь. Для меня такой книгой была жизнь Мапасана. Очень хотелось сжечь не только её, но и все издания в мире. Наверное, потому что тупая героиня так напоминает мне меня в том же наивном возрасте. Как же я была слепа, как глупа и наивна. Поверила прожжённому мажору и стала предметом очередного спора. Скорее всего, самого лёгкого в его жизни. И сейчас я должна готовить для него? Серьёзно? Даже за такие деньги я не соглашусь. Даже за возвращение к жизни, о которой мечтаю, не соглашусь. Но вот посмотреть ему в глаза, узнают ли они меня. «Ева, ты живая там? Не сможешь?» Поворачиваюсь к Тане с улыбкой, что скрывает агонию внутри. «Три недели?» «Да, деньги он платит сам. В конце недели». «Ладно». Она подбегает, обнимает меня до хруста костей. Уже хочет уйти навстречу новым временным отношениям, но застывает в дверях. «Я тебе адрес СМС-кой напишу. Завтра уже надо выйти. Сможешь?» «Смогу, Тань. Беги». Взмах рукой и тяжело приваливаюсь к шкафчику. Адрес этого места я знаю слишком хорошо. Он клеймом выжжен в моём сердце. Закрываю глаза на мгновение, мысленно рисуя интерьер тёмного трёхэтажного особняка, а потом того, где жила я, по соседству. Светлый такой домашний, никак не вписывающийся в жизнь у Рублёвки. Даже сейчас я ощущаю запах маминых пирогов, ворчание отца в гараже. Но из воспоминаний меня вырывает звук проворачивающегося в замке ключа, и я улыбаюсь. Снова нажимаю кнопку на чайнике. Теперь чаепитие доставит мне радость. «Мам, привет! Тётя Таня опять все конфеты съела?» Работу мне предложила. Раскрываю объятия. Прошло всего несколько часов, а я уже соскучилась.